То есть существуют определенные силы, которые, в общем-то, не прочь устроить большой перерыв, понимаешь? Они толкают в этом направлении. Ну, я думаю, что есть силы другие, которые головой работают, и понимают, чем это кончится. И миропринимается. Что там, что у вас, что у нас. Да, так вот, как раз-таки речь шла о том, что, я не знаю, если ты смотришь, я тебе могу прислать ссылочку, но, правда, на английском языке эта ссылка. То есть речь идет о том, что, скажем, вот эти вот электрические или подстанции всякие, да, ну, там не просто подстанции, а там серьезные заводы. И туда элементарно что-то такое спровоцировать, запустить туда какое-нибудь такое. И это будет означать, что отключение электричества вообще по всему и надолго. По всей стране. Чего-то не по всей стране. Ну, есть такое, но это, я уже понимаю, что это будет расстояние как на погибли. Просто-напросто. То есть это, если обыкновенно не отделаешься, а... Послушай, в наше время, как ты сам видишь, в наше время, да, нападение, так, уже есть нападение, так, ну и что дальше? Вот расстояние как-то... Нет, имеется в виду, имеется в виду, есть боеголовки, созданные по этому принципу, которые действительно, она, ракета запускается, нарывается, и она время идет на чем большую мощность. Именно это. И вырубает на огромных площадях всю электронику, всю нарезка техники. Но, извини, это будет ракета, лейтенция за все пути, все это равносильно уже атаки. Ну, я понимаю, я понимаю, но, на мой взгляд, не обязательно вот такими массивными, широкомасштабными какими-то операциями. Сейчас, возможно, сделать, я же, слушай, сейчас же все электронно. Мы же с тобой уже QR-коды, понимаешь. Взяли, просканировали, все выяснили. Туда, там тоже все можно как-то сделать. Ну, технологии, слушай, всякие есть. А то все равно, понимаешь, все равно, в любом случае, любая века, она будет открыта. Кто-то сделал, кто на этом стоит. В соответствии, еще будет ответ. Ну, да. Вот, то есть, так, чтобы ничего не вышло. То есть, вот так вот, допустить-ка что-то такое, чтобы вырубила всю электронику, например, на целом континенте, и остаться, как говорится, белым пушистым не выйдет. Потому что это будет равнозначно развязывание ядерной войны. Вот и все. А теперь все равно приглашают. Здесь полетят, подводный блок запустят. Вот и все. Какая разница? Понятно. Да, ну, все верно, согласен. Ну, а вообще, что нового на Ниве? Науки и техники. Ну, ну, опять-таки, вот этот двигатель по вот этому, как оно там, ну, где-то со страншими двигателями уже получили микро-сферу случайно. Удалось создать ее. Случайно? Да. Ну, как сказать, работая в этой области, случайно получили микро-сферу с этими данными. И что означает? Да, это означает, что открывается в будущем в отборе путешествия в другие галактики. не то, что даже не надо. То есть это крайне серьезно, понимаешь? И произошло это не в конце 20-го, 22-го, 21-го века, а в начале. То есть работа ведется, и говорится, что какой-то здесь прогресс есть. Нарянулся. Я не знаю, что можно. Слабить уже корабль, да, или что. А вот для того, чтобы хотя бы уже микро-событие уже получилось. Модель микро-сработала. Ну, это я считаю серьезно очень. Потом что еще? Ну, там, то, что появляются всякие публикации сейчас, опять-таки, по мульти-вселенной, возможности, значит, существования параллельных миров и все такое, все более и более возоконено. Так, ну, с точки зрения. И да, тоже интересно. Потому что, может быть, туда попасть более интересно, чем, например, куда-то лететь. Как говорится, добраться ближе. Да, да. Мульти-вселенная, да. Это, казалось бы, фантастика, да, какая-то. Кому-то 100 лет назад. Да, сейчас становится все более и более. Но это интересно. И я много говорю в своих программах. Мы, собственно, туда и идем. Да. Да. То есть открывается, если туда удастся пройти, открывается неограничная жизненная пространство. Да. Казалось бы, ну, казалось бы, это все же нереально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 правильно говоришь, люди себя запрограммировали так, как они захотели, и в итоге вот у каждого есть свое мнение по этому поводу, основанное ни на чем, а то оно основано на каких-то там выступлениях, и большинство в эмоции, вот, и никто по-другому не реагирует эмоциями. Этот плохой, Путин плохой, этот хороший, или наоборот, этот плохой, каждый в свою сторону смотрит, к примеру, да, и все. Ну и, слушай, и продолжение без сомнения же будет, как мы понимаем. Ну, в мире, тут надо смотреть, кому это выгодно вообще. Кому это куда, кому это, кому это вообще... Слушай, сегодня мир, кому это выгодно, это всегда было выгодно политикам, это всегда было выгодно, так сказать, денежным мешкам, а кому по-другому, расскажи, это может быть выгодно. Только так, и других вариантов нету. И поэтому... Я считаю, что тут я, хоть я с Каспиролом не солидарен с этим, но действительно такое впечатление, что есть какие-то силы, которые толкают человечество к егерной войне, понимаешь, просто на путь. Причем они сами, как говорится, ее развязать не могут, все это не хватает. А вот подтолкнуть не просьбе. Когда было понятно, что, допустим, подкармливая на Украине фашистов, именно фашистов, это будет красное линия для России, и она, смотрите, это просто так не будет. Это не допустим. Это нравится, и мы фашисты. Тимурет, фашистов, против которых мы воевали. Против Кондеровцев, против Шушкевича, и с ними там все-таки оказывается. Это само собой, это будет уже подкармливаться, как абсолютное зло. Но кто-то был, кроме Крауна, в этом заинтересован. Правильно. Так об этом же идет речь. Заинтересован кто. Мы сейчас не... Вот смотри, нам даже между собой не стоит обсуждать вот эти вот там и, так сказать, и эпитеты против кто против кого, да, фашисты и так далее. Мы это не вправе, скажем, обсуждать. А в плане вот кому это выгодно и для чего, это тут можно говорить. Ну, строить предположения, к примеру. Но я же еще раз повторяю. Значит, вот с моей точки зрения, базируясь на каких-то длинных и очень даже длинных циклах, речь идет о том, о полной реформативности того, что происходит сегодня. В частности, если мы говорим о политических событиях, которые ведут, еще раз, а кто в этом деле задействует. Не просто политики. Политики же тоже для чего-то, правильно? Значит, и сегодня в мире господствуют две силы. Это власть и деньги. Как было всегда, довольно давно уже, правильно? Поэтому кто-то хочет стать властелиной мира, что всегда было, правильно? Или кто-то хочет стать и, точнее, вместе. И кто-то хочет иметь кучу денег. Вот все, об этом идет речь. Но поскольку цикл заключается в том, что он уже достиг пика, экстрима, то это будет разрушено. Вот только и всего. Поэтому надо нагнетать, пока не произойдет взрыв. А взрыв будет так. Значит, ну скажем, как один из вариантов развития события. Очень масштабная террористическая какая-то акция против, ну, нация против нации. К примеру, как это было, допустим, в сентябре, в левендах, то есть 11 сентября. 9 сентября, да? Нет, 11 сентября. Я по-английски. Вот. То есть, правильно? И, то есть, логично, во всяком случае. И тогда, скажем, города, все люди уезжают с городов. Если все люди уезжают с городов, тогда, слушай, ты же понимаешь, переезжают на село, куда-нибудь, опять же, в деревни какие-то, строят новые поселения и так далее. И тогда очень многие, инфраструктура полностью меняется. Значит, фармацевтическая промышленность уходит вообще непонятно куда. Ну и так далее, и так далее. И разрушается, и здание, и летит вся финансовая система. Разве не верно? Не логично, во всяком случае? Нет, ну может быть. Вынимаешь, может быть. Я, например, предполагал, что все это, ну как сказать, ну тут имеют ближний прицел и дальний прицел. Ближний прицел, санкции ввести на Россию, например, Северный поток-2, этот, Северный поток-2 заблокировать. Ну, денежку заработать сейчас. Ну да. Дальний прицел. А дальнего прицела там и нету. А вот, если кто-то за всем этим стоит, ну, нет, дальний прицел есть. Развязать архивную войну, а садиматься, идти за пунктами. Вот и все. Дальний прицел. Все, ладно. Дальний прицел, что есть пути выхода из положения, потому что большинство человечества появляется. Но их рассматривать не хотят по той простой причине, что он выходить не хватает. Вот. Мы будем надеяться, что все равно человечество появляется. Во всяком случае, судя по тому, что те информации, которые мы получили, человечество не погибнет, а будет развиваться. Нет, человечество не погибнет, это не сомнение, вне всякого сомнения. Нет, во-первых, не то время. Вот. Но чистка населения будет происходить. Ты что, считаешь, нет? Ну, это возможно. Один из вариантов возможен. Да. То есть, или действительно будут сделаны новые открытия, заведенные дома, которые позволят, так скажем, хотя бы откроют перспективу действительно расширения жизненного контраста. Неограниченно, причем. Ну, например, вот так вот, как он там, двигатель этот, для внутрераспортировки, так сказать, или там еще как-то, или параллельные игры, например, открытие будет. И тогда причины для войны все такое-то просто отпадают, ну, что смысла никакого, оно не нужно совершенно. Там уже другое все, потому что тормозов нет, он может развиваться сколько хочешь. Жизненные пространства неограничены. Некоторые цивилизации судно-расселина до этого доходят. Ну, а некоторые вот, как через печаль. некоторые, ну, мы сейчас не говорим о прошлых цивилизациях. Во-первых, прошлая цивилизация, это был цикл другой, если говорить про атлантов и так далее, это все понятно. А мы сейчас говорим про нашу цивилизацию и наше время, и наших, нас с тобой, понимаешь, ну, понятно, найти идеи, да, это все понятно. Поэтому, мне кажется, сейчас время в этом плане хорошее. Для этого развития, если только, ну, опять же, слушай, кто-то говорит о том, что война, это и есть развитие. Вот, так что. Ну, как сказать, если вспоминать Отечественную войну, как она обернулась, такими жертвами, колоссальными, сколько страданий было, были так, то, развитие было определенное, так сказать, военное яхнице. Какой-то толчок был развить атомную бомбу сделали, в конце концов, в течение войны. Правильно. Да. Так что, какое-то развить и, конечно, было. Да. Но... Но был формат, понимаешь, дело в том, что действительно был конец революции 20-го века. Какая была революция? По сути дела в микролитровом. Вот одна единственная революция, понимаешь? Она имеет в себе зададки определенные, которые можно реализовать в будущем, но которая может привести к положительным результатам, по-моему, для взрослых людей. Негативные тоже могут быть. Имеющие в виду искусственные интеллекты и проблемы, которые с ним связаны. Но если положительные моменты, то опять-таки вот этот вариант перевода сознания, так сказать, на ней биологический носитель, в какое-то время существование в революции, а потом на графике на юридический план, то есть получение без смерти. Можно, можно, теоретически можно, мало того, уже простите над этим работают. Во всяком случае, начали вкладывать туда деньги и большие. Так что, так что, так что. А что дальше будет? Вот намечается прорыв, может быть, в космосе потом. Как только он намечется, когда только откроется ясная перспектива, что это реально, то надо будет немножко себя по-другому вести и, как говорится, отпадает вот эта нагрузка. Дело в том, что, понимаешь, у животных существует определенная особенность в революции, в биологическом. Когда какого-то вида становится слишком больше, у него включается механизм саморекуидации. уничтожение численности. Ну, ты, наверное, вверх в ленингах, когда он в океан, там, тонут, белки, когда, восьмин потоком идут, переселяются. Вот. Ну, численность падает там много. Потом начинает восстанавливаться. Но дело в том, что их поведение меняется. Поменяется, потому что они же не нормальные, а потом начнет как-то вести себя проехать. давление друг на друга. А у людей, которые появляются в городах закуски, с деревьев больше и больше, которые появляются тистос, которые смотрят друг на друга врага свои. Ну вот, вот на и... тистос, да, я тебе сейчас покажу, сейчас попробую показать. Ты этого не знаешь, особенно почему. Ты мне спрашиваешь, когда увидишь экран? экран, видишь? Вижу. Тут написано, видишь, это двух пузеток, да? It could happen tomorrow, это может случиться завтра, катастрофа, 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 и катастрофа. Ура-сэн-тэ? Ура-сэн-тэ. Ученые, тут написано, как и так готовятся. Вот. Понимаешь? Ну, я понял. Это очень и очень и очень серьезная штука. Нет, есть такая опасность, да, это будет. Я не говорю, там, великая фуницифия, и два года я назывался, что животные, заранее могут почувствовать и проявлены и показать это в сайте. Загадка заключается даже не в этом. Вот, когда был тумбуткий не тянет, то жеркость, там, птицы и двери покинули в месяц, за две недели это произошло. Ага. Вот, если еще можно предполагать, что, вот, например, замедлечение, там, накапливается напряжение, какие-то разлуки заранее появляются, какие-то, признаки есть, которые сметят, которые мы не замечаем, а животные замечают. Они убежали. Вместе с тем, когда астероид летит, животные его заметить не могут. Однако, как ни странно, они сумели на две недели на две недели на дегракции оттуда. И вот эти вот местные, местные, которые уцеления, которых не затронуло, они как раз об этом говорили. Ну, а ты что-то в этом плане где-то видел, нет? Ну, то есть, очевидно, у них, это самое, у них у животных есть возможность заглядывать в будущее. Тем более, тоже вот такой момент, та же самая береговая ласточка. Вот она строит на песчаных откосах гнезда. Знаешь, так, наверное, слышу. Так вот, самое интересное, что в тот год, когда там дожидается наводнение, она никогда не строит вот эти гнезда ниже того уровня, который затапливается водой. Будет затапливаться водой. Спрашивается, каким образом она определяет это. То же самое вот о России, то же самое распадках жиршей, например. Считается, что если погода нормальная, там не будет наводнение, там раздеваться, речи не будут горные, сильно, он спокойно там, вылазит из этой земли и начинает раздеть хорошо и там подвозь, и все такое. А в случае тогда ожидается такое-то наводнение или какое-то сведомительство, он им носок не показывает, там с пятки находится. То есть, как ни странно, животное могут заглядывать в будущее таким-то образом. И растения тоже. Мишно, мишно, но это факт. Низойдет неизвестен. Тем более, что заранее предсказать циклона или заранее предсказать наводнение, будем говорить еще, горе скописты наперед это, как сказать, по каким-то особым признакам, я думаю, заблительно. Всевышленное состояние это сделать. здесь написано о том, что ученые говорят о том, что массивное землетрясение может быть в Сан-Франциско, побережье, в любой момент, и когда это произойдет, город может ожидать, будет разрушен силой эквивалентной сотнями атомных сотни атомных бомб. Ну да, за 9-10 и даже не 11 баллов за предельно полностью. Да, что значит ожидается? Ну, в общем, не обязательно что-то в ближайшее время произойдет и что-то произойдет вообще, как сказать, в ближайшее в течение двух лет, понимаешь? геологические все-таки события, они могут расценить так же, как Голлтон. В ближайшее время вроде бы подошел бы, это не говоря, бара-бара-бара 600 тысяч тысяч прошло, но это может быть и в этом году, может быть и через 30 тысяч лет, через 40 тысяч лет. Так что тоже одним факт, что это произойдет. Ну, то есть самая большая опасность сейчас непосредственно нас садится. Что? Да, самая большая сейчас опасность на сегодняшний день, это мы сами. А, ну понятно. Мы сами, но теория. Мы сами, понятно. А ты никогда не денешься. Почему? Потому что человека запрограммировали сегодня, да? И даже если мы знаем о том, нет, ну есть варианты, но послушай, сколько таких людей, которые готовы что-то сделать для того, чтобы поменяться. Да посмотри, основная масса, они же только эмоциями. Они же пишут, и все, вот что они видят перед глазами. Вот перед глазами видят, и все. А одни против других, все. И у каждого... Это понятно. У каждого, подожди, а кто же хочет меняться? Я же поэтому все время говорю. Значит, задача, ну вот, моя, допустим, лично, да? Ну, я же для чего этот центр-то организовал? Ну, мне было дано, так сказать, ну вот такое послание, скажем так. Я пытаюсь это делать, поменять. Я на Востоке был и получил его. Все, я это делаю. Но людей капля в море. Ну, 50, там, ладно, 50, там, 8 тысяч, там, скажем, 57 тысяч. Какая разница? Что такое 50 тысяч по сравнению с миллиардами, да? Ну, или с миллионами, у которых, посмотри, какая-то политическая, эти самые, и там все смотрят. Ну, что там смотреть, как выступает один президент и второй президент, о чем он говорит дальше? Ну, и что люди от этого получат, что он там выступит? Они начнут это обсусуливать, понимаешь? И еще одна целая эпопея развернется в других сайтах. Вот и все. А как меняются вопросы? Вот ты, к примеру, не хочешь людей образовывать, понимаешь? Вот эта история с фильмом-то на следующий день, да? Да, да, да. Так вот, когда его сняли, ему показали, значит, у вас в Америке, конечно, в первую очередь, я посмотрел, Рекер посмотрел, кажется. Вот. А потом, значит, кто и, я не помню, кто-то президентом, когда в 83-м году. В 83-м году? Наверное. Наверное. И потом, тут же, через какое-то время, был заключен договор по сокращению стратегических вооружений. И коллективу вот этих, может, артистов, которые снимали фильм на следующий день, пришла телеграмма от Белого дома. Даже не смейте думать, что этот договор заключен без вашего участия. Вот тебе, пожалуйста, наглядный пример, когда в таком-то плане вот такое вот произведение искусства, так сказать, оказало влияние и смирало на руку разверчика. Ну, слушай, можно вспомнить, но очень много всяких предупреждающих и мультиков. Симпсоны всем известные, которые, слышишь, на 50 лет вперед предупреждают о чем-то 50 лет где-то о том, что будет происходить в будущем, да, а потом оно случается, и что, кто-нибудь шевелится? Ну, где-то, да, послужило, а где-то нет. Я к тому говорю, что все-таки меры определенные иногда можно принять, никогда не действуют, понимаешь? Когда сработало-то, сработало, посмотрели все и решили, знаете, ребята, давайте мы немножко сбавлять обороты будем, потихонечку, больше смотреть друг на друга и все. Но как это в том, что раньше, понимаешь, были основатели вот этой вот системы, они более к другому относились, так сказать, более уважительно, что ли, так скажем, понимали, что перегибать палки, а сейчас, может, мне бы некоторая крыша взорвало. Да. Понимаешь, подчас вроде бы серьезные люди ведут тебя как шпана, правильно сказать, обрадомерная уличная. Дорогие друзья, ну что, это была беседа, ну, наверное, вы все узнали, с кем я делал эту беседу, это сегодня было. Вот. Ну, будем надеяться, что согласится Константин выйти на связь, мы с ним поговорим в реальном времени. Ну, есть определенные причины, почему у него, допустим, не выходить, это я не могу обсуждать. Скажем так, вот, а то, что происходит сейчас, это очень актуально и это очень серьезно. И, собственно, мы каждый день об этом говорим. И вопрос стоит совсем не в том, где в данный момент что-то происходит. Ну, а то, что происходит в данный момент, это мы знаем. Но с всех сторон какие-то приходят новости. Новости приходят на той территории, на той территории. Если это не конфликт, то пока это локальный конфликт. И это не в общем-то война, как была, допустим, мировая война. Это очаг, который серьезный очаг, никто не спорит. Вот. Но с точки зрения, я говорю, не с точки зрения, допустим, там, другой страны, а я говорю с точки зрения того, что, ну, скажем, мы видим и слышим сверху, если кто-то видит и слышит это все. Поэтому это дело такое. Ну, в частности, там происходит угроза какого-то там, скажем, натучения электричества, там, сайбератак. Где-то происходит вот возможность, вероятность цунами, причем очень и очень серьезная. Но ведь это будет, то есть это катализатор, понимаете, какое-то событие, оно служит катализатором для чего-то очень другого и серьезного. Вот. И в том числе деньги, друзья. Деньги – это неотъемлемая принадлежность этого мира, который мотивирован только этим, понимаете. и по-других вариантов здесь нету. И это достигнет пика, понимаете, за власть, да, за борьба за власть идет. И это уже было много-много-много раз. Просто нашей памяти, возможно, не было, поскольку память у нас короткая, как мы знаем. Но это было и это будет и борьба за власть, и борьба за деньги. И когда наступит экстремальный момент со всех сторон, да, то есть не в дело не в войне, а дело в людях, которые сами, вот как сказал Константин, это дело все в нас. И с этим нельзя не согласиться. Это без сомнений именно так, как оно сейчас происходит. Но ведь сколько людей это понимают, да, я же поэтому и говорю. Ну вот взял, дал ссылку сегодня, да, добавилось 20 человек. Ну что такое 20 человек добавились, сомнений, граун, чат, когда там должно быть тысячи, ну я не знаю сколько, много должно быть, в самом случае. Ведь чем больше людей настроенных на позитив и на решение каких-то ситуаций, но не с помощью безусловно военных каких-то действий, но тем легче же будет, ну неужели это непонятно? Нет, люди не понимают этого, к сожалению. Это время такое. Тут ничего не поделать и не надо здесь ничего биться за то, чтобы почему вот они и доказывают. ничего не надо доказывать. Оно есть, как оно есть. Оно идет, как оно идет. Мы будем меняться, друзья, будут меняться близкие. Я серьезно говорю, ни на кого не надо не наставлять на пути истины, не надо ни на кому внушать добро и, понимаете, догонять и причинять добро. Никому не надо. Надо делать свою работу. Наша работа заключается в том, что один вариант выживания, один вариант выживания сегодня, других вариантов нет. Хотим мы или не хотим, ребята. Серьезно говорю. а именно дайте видео включу. Один вариант есть. Очень тяжелый, но очень серьезный и очень действий, очень эффективный. Вопрос как? Это мы сейчас не будем этого вопроса касаться, но это подключение нашего главной составляющей. наша главная составляющая это наша параматма или душа. Но не мы душа как душа, обреченная каким-то скафагром, одетая в скафагру, да? А душа как сверхдуша. Она находится в определенном месте. Да? Мы свою душу, мы свою душу, условно говоря, можем перенаправлять в разные места. Если мы хотим с кем-то воевать, то воюет не с точки зрения техники. Это все время уже ушло. Или бомбы, или так далее, ракет. Оно есть, но оно неэффективное. И это все закончится. Поскольку мы двигаемся в другую сторону. Это мы можем делать, да? То есть, если мы хотим, это называется там тханур, да? Допустим, ну, воин, да? Вот. Мы должны направить вот наши души туда, в это место. И тогда будет намного проще. Мы же знаем о том, что есть. Кто это применяет сегодня? Когда, скажем, семь мастеров берутся за руки, ну, в Китае, в частности, было, да? Семь мастеров берутся за руки и сдерживают армию. Расскажите, как это могло быть? Но это было силой энергии. Но так люди обучались этому. Сегодня мы этому не учимся. Но вместо того, чтобы... Дело в нас, правильно? Значит, если это было, значит, это в нас есть. Эти качества в нас есть. Согласны? Ну, логично, правильно? А если это так, почему мы это не развиваем? А мы, а мы наоборот, это принижаем. Мы принижаем. Всеми силами пытаемся убрать наши способности. Для этого существуют какие-то силы, которые это хотят. Для чего? А для того... А идем-то мы, так сказать, вверх. Революционно мы идем вверх. Серьезно? Причем очень серьезно. Значит, что произойдет? Произойдет очень серьезный дисбаланс этих душ, да, нас, да, которым сверху видно все, верно? И сверху это все регулируется. Не президентами это все пишем. Так вот, когда это все будет сверху видно, а там мгновенно, любая мыслишка, да, любая мыслишка, направленная куда-то, она видна. Вопрос времени никогда вернется. У нас в воскресенье будет программа на, ну, в моем канале, я имею в виду, Майкл Мелехов будет канал, там есть такой YouTube-канал, где я не веду передачи, ну, очень мало. Вот, мы будем вести программу, такой, значит, кармический человек будет называться программа, вот сегодня выставим ее как анонс. Так вот, наступит момент, частично какая-то часть населения, она уже уходит, она ушла. Переходный момент, я же об этом много раз говорил, это цикл, как сказать, небесный, да, пролая называется, где нежелательное население планеты уходит. Очень трудно себя перебороть, очень трудно уйти от эмоций, говоришь, прекрати идти в своей эмоции. Я говорю правду, но эмоции это да. Но я абсолютно точно говорю правду, мне пишет человек. Что за детский сад? Значит, я говорю правду, вот все равно, то есть он не соглашает, эмоции, да, частично он соглашается, а ему, как будто, понимаете, как будто в нем два человека сидят. Один человек, он говорит правду, правда любит, твердо стоящий, это самое, всех там вытащит наружу, всех сбросит, в маске. Слушайте, певица поет, драмы больше нет, но нет больше драмы, нет все равно, драма есть, понимаете, и эмоции превалируют, а с другой стороны, понимаете, он соглашается, эмоции это да, как-то звучит, это по-детски, вообще-то говоря. Поэтому, что значит, есть эмоции? Есть, так работайте с ними, так вы говорите, значит, да, вот такое понятие, да, но, ну или да, или но, значит, не может быть, если да, не может быть но, да, но, или да, нет, поговорка, но непонятно, или да, или нет, это не бывает, не бывает, если три на второй свежести, да, как это, вы говорите, второго года, она или свежая, или она не свежая, два варианта есть, понимаете, вот, опять же, дело в нас, и вот, мы себя подвергаем очень и очень большому риску, то есть, группа населения, проживающая в определенном месте, ну, это карма, а как по-другому это объяснить, что значит невинные люди, не бывает невинных людей, ну, не бывает такого, значит, просто мы об этом не знаем, это мы будем говорить в воскресенье, но я в общем говорю, то есть, что-то, где-то, как-то мы накосячили, и нас собирает, Всевышний, ну, не специально, разумеется, да, но создаются условия, почему, ну, мы же не планируем свое появление на всех, верно, родители, не планируют, но раньше планировали, сегодня нет, правильно, то есть, никто не знает, когда человек родился, даже если минутка, это есть, это все, все очень и очень, приблизительно, да, то есть, не планируют время рождения, даже этого нет, зачатие, потому что, если планируется зачатие, да, тогда планируется пол ребенка, его качество, место, цвет кожи, место нахождения, почему надо родиться в том месте, где сейчас идет война, почему надо жить в том месте, а как по-другому скажете, ну, такие условия, вот мы такие бедные ничья, неправда это, это можно объяснить, примитивное, это примитивное объяснение, друзья, это совершенно примитивное, ну, допустим, сейчас нам поменять сложно, да, допустим, хотя можно, но сложно, допустим, но уже есть, оно есть, значит, что мы делаем, вместо того, чтобы клясть и назначать себе, врагов, и причины искать, да, давайте обратим это на себя, и когда мы обратим на себя, это будет означать сверху, а в том, что мы наконец-таки, посмотрели в зеркало, и увидели, кто виноват, в чем причина, какие другие варианты есть, а других вариантов нет, вот и все, мы сверху это увидели, и мы начали работать, сами собой, мы начали меняться, мы начали подключать нашу главную структуру, божественная Грегор, черные души, и белые души, да, вот есть такое понятие, сегодня оно очень актуально, черная душа и белая душа, черная душа, это не потому что, она черная, цвет черный, понимаете, настроение, да, нет, это потому, что ее качества, да, позитивные, и негативные, негативные качества, вот это эмоции, они негативные, на другой стороне лежат, все здорово, замечательно, но вы же не хотите пользоваться этим, вторым, вашим позитивным качеством, то есть есть плюс, минус, давайте минус перейдем в плюс, вопрос как это сделать, но не искать, и не назначать виноват, вот о чем идет речь, тогда будет намного проще, вот, а жить надо сегодня, так как мы живем, но только по-другому к этому относиться, вот, примерно так, я прошу прощения, что я, как сказать, сам, создав эту, так сказать, программу, спонтанную, поскольку, ну, так сказать, пришло, давайте я позвоню, товарищу, вот, давно не общались, вот, позвонил товарищу, и выяснилось о том, что вот мы сейчас, с вами и тут общаемся, да, дорогие друзья, я благодарю всех, но сегодня просто, программа, вроде бы, как и не назначена, но вот, начали делать, значит, смотрите, я ограничил, я прошу прощения, перед тем, кто пишет, там, почему, потому что, во-первых, стали появляться вот эти настроения, никому не нужны, да, ну, полно везде, все известно, зачем нам еще в этом чате писать, ну, что нового в этом скажут, и так все понятно, ну, откройте любую страницу, везде только об этом и говорят, зачем еще сюда писать, лишнего, да, все переживают, все, ну, понятно, вот, это первое, второй вариант, начали попадаться там, какие-то, я называю, инопланетяне, ну, какие-то, не наши люди, вот, и вот они стали, там, цветочки ягодки, там, глютики, там, сердечки, и кто-то стал там добавлять, и боты стали появляться, черт, откуда они присосались к этому чату, причем, по-русски не бум-бум, понятно, да, ну, хоть бы по-английски были, так они же по-английски не пишут, они пишут по-своему, ну, понятно, по какому, на каком языке, поэтому, я попытаюсь, но, тем не менее, не помогает, я не знаю, почему, я ограничивал все ссылки, да, начал делать новые ссылки, все равно присоединяются, как, простите, не знаю, если кто-то может подсказать, я буду рад, я попытался, там есть такой бот, начал искать, вот, есть бот, бот против ботов, типа такого, да, ну, что-то, что-то я не понял, как это все дело работает, короче говоря, вот эта ссылка, которую я отдал в чаты, ну, вот по этой ссылке приглашайте, если надо будет, есть еще несколько ссылок, вот, поэтому, можете меня найти, мне написать, я вам отправлю персональную, персональную ссылку, потому что они тоже видят эти ссылки, вот, я не знаю, просто, как они будут пользоваться или нет, но, такой хоккей нам не нужен, так, друзья, я благодарю всех, всего доброго, до новых встреч, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова